Пришло время нашей постоянной рубрики «Я. История». Слово автору Сергею Муравьёву. Ищите выгодные цены на садовую технику и инструмент? Покупайте в Машинстор. Культиваторы, бензопилы, газонокосилки. Распродажа садовой техники уже началась. Машинстор. Ленинградский 33, Московский 117, проспект Авиаторов 100. В дореволюционной России супруги губернаторов играли огромную роль в общественной жизни региона, управляемого их мужьями. Эти женщины, получившие блестящее образование, дополняли образ своих благоверных, что, конечно, накладывало на них огромную ответственность. Дамы традиционно занимались вопросами просвещения, культуры и благотворительностью, за что многие из них снискали заслуженное уважение жителей губернии. В 1842 году на пост ярославского губернатора был назначен генерал-майор Ираклий Абрамович Боротынский, выпускник Пажевского корпуса, участник русско-турецкой войны и подавления польского восстания. В 1831 году Ираклий в Боротынскому было присвоено звание флигель-адъютанта, то есть офицера императорской свиты. В Ярославле новый губернатор правил недолго, всего три года. В 1846 году он был переведен в Казань. Но в памяти жителей губернии, особенно представителей провинциального высшего света, надолго остался прекрасный образ его супруги, армянки по происхождению Анны Давыдовны Боротынской, урожденной Абамелек. Тогда, в первой половине 19-го столетия, ее знала вся просвещенная Россия. Аннет, как звали ее близки, с ранней юности отличалась живым умом, блестящим образованием и литературными талантами. Представители высшего света считали Анну красивейшей женщиной России своего времени. Абамелек Боротынская оставила яркий след в литературе. Прекрасно владея шестью языками, она переводила на французский Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Вяземского, на русский с немецкого Гёта и Дейны, с английского Байрона. Александр Сергеевич Пушкин был знаком с Аннет, когда еще учился в лицее, а ей было три года. Новая встреча произошла, когда Александр Сергеевич был уже известным поэтом. Он был так поражен красотой и острым умом девушки, что тут же написал в ее альбоме. «За вами сердцем и глазами, с невольным трепетом ношусь, и вашей славой и вами, как нянька старая, ношусь». Прибыв с мужем губернатором в Ярославль, Анна Давыдовна тут же затмила небосклон провинциального высшего света. Как супругов приняло население Ярославщины, можно судить по строкам письма родного брата губернатора, известного в XIX веке поэта Евгения Боротынского к матери. «Сейчас мы принимаем гостей из Ярославля. Нам рассказывают, что их, то есть Ираклия и Анну Боротынских, очень полюбили в Ярославле. Говорят о мягкой снисходительности моего брата, об атмосфере дружелюбия, установившейся в городе благодаря общительному нраву Аннет. Благодаря тому образу жизни, какой ведут Ираклия и жена его, тамошнее общество только теперь и начинает жить по-настоящему». Спасибо.